Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Выпал первый снег в некоторых районах Западной Армении. Премьер-министр Армении и Чехии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Церковь села Турц встречает холода и снег с открытой крышей. Медсирии выпустил возможность создания новой конституции страны. Раухани заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия. В Степанакерте состоялся концерт хора Комитас. Посольство Китая, Институт Конфуция и Армин Пресс объявляют совместный конкурс. Первый снег в этом году выпал в Себастье, Ардахане, а также в некоторых черноморских регионах Западной Армении. По мнению метеорологов, это признак ранней зимы. Ранее мы сообщили, что первый снег также выпал на западных склонах горы Арарат. В рамках рабочего визита в США премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире ООН встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Как сообщили Армен Пресс в Управлении информации и связи с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что Чехия является хорошим партнером Армении. Никол Пашинян поблагодарил парламент Чехии за ратификацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении-ЕС, отметив, что соглашение созвучно повестке реформы Армении и его скорейшая ратификация будет способствовать эффективной реализации этой повестки. По словам Андрея Бабиша, Чехия также придает важное значение углублению отношений с Арменией в взаимовыгодном формате и готова обсудить дальнейшие совместные шаги в этом направлении. Премьер-министр Армении отметил важное значение сбалансированной позиции Чехии в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Реставрация крыши церкви села Турцк Хахахалакского муниципалитета, начатая более четырех месяцев назад, была приостановлена из-за отсутствия на то разрешения. Теперь разрешение есть, но никак не разберутся с документами. Церковь села Турцк уже более четырех месяцев под открытым небом. В селе была начата реставрация крыши на средства благотворителей села, однако там не знали, что для внесения любых изменений, связанных с религиозными объектами, необходимо разрешение со стороны Национального агентства по вопросам религии, а после для реставрации объектов, представляющих собой культурную ценность, одобрение проекта со стороны Национального агентства охраны памятников культурного наследия. Так как соответствующие процедуры не были пройдены, то работы были приостановлены и был начат процесс получения разрешений. Сколько еще продлится переписка до того, как реставрация будет начата, пока неизвестно. Однако сельчане бьют тревогу о том, что скоро в церкви уже пойдет снег. Напомним, что крышу церкви ремонтируют на благотворительные средства уроженцев села Турцк, ныне проживающих в России. Ремонтные работы начались после 10 мая 16 числа. Они были запрещены со стороны сотрудников агентства по вопросам религий. Глава МИД Сирии Малид Вуалем не исключил создание новой конституции страны в рамках работы Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики. Отвечая на вопросы журналистов, Муалем подтвердил, что в рамках работы Конституционного комитета Сирии под эгидой ООН будут обсуждаться вопросы внесения поправок в действующую конституцию страны, принятую в 2012 году. При этом он не исключил возможность принятия новой конституции. Это не мешает рассмотреть вопрос создания новой конституции, потому что даже если изменить одну статью, то получится новая конституция, отметил министр. Муалем отметил также, что действующая конституция, по его мнению, является одной из лучших в регионе. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, передает РИА новости. «Мы не стремимся к ядерному оружию», сказал он в интервью телеканалу Fox News. «Шестерка» – Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении совместного всеобъемлюющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. 24 сентября по совместной инициативе Всяармянского благотворительного фонда НАИРИ и Министерства культуры по делам молодежи и туризма Республики Арцах в рамках юбилейного года Комитас 150 в Степанакерцком дворце культуры и молодежи прошел концерт хора Комитас Союза армянской молодежи Калифорнии и США. В беседе с корреспондентом Арцах пресс-министр культуры по делам молодежи и туризма Арцаха Лерни Куванесян отметил, что Дни Комитаса продолжатся в Арцахе и в этот раз к ним присоединились их друзья из диаспоры. Он также отметил, что в рамках Дней Комитаса с 30 сентября по 2 октября планируется еще одна довольно крупная программа, в ходе которой все хоры Республики Армения посетят Арцах и дадут концерты не только в Степанакерте, но и в Ганзасаре. Посольство Китайской Народной Республики в Армении, Институт Конфуция в Ереване и информационное агентство Армен Пресс совместно организуют конкурс-векторину «Познай Китай». Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Армен Пресс заявили чрезвычайный полномочный посол КНР в Армении Тянь Эрлун, директор Института Конфуция Гор Саркисяна и директор Армен Пресс Арам Ананян. Конкурс-векторина организуется по случаю 70-летия образования КНР. Чрезвычайный полномочный посол КНР в Армении Тянь Эрлун отметил, что проведена большая организационная и техническая работа. Директор Института Конфуция в Ереване Гор Саркисяна отметил, что, организуя подобный конкурс-векторину, они преследовали цель увеличить интерес к Китаю. В нашей прессе и на наших сайтах, к сожалению, мало говорится о современном Китае. Мы надеемся, что в Китае когда-либо будут действовать сайты, на которых будут представлены истории и культура Армении, отметил директор Института Конфуция. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ВАРК-АЮЦ «МИТРАН-2018». ВАРК-АЮЦ «МИТРАН-2018» ВАРК-АЮЦ «МИТРАН-2018» ВАРК-АЮЦ «МИТРАН-2018»